Умберто Эко. О прессе. Этим подтверждается, что мы живем в свободном государстве, где несвязанная и непредвзятая пресса придают суду все и вся, и самая себя. Функция четвертой власти, несомненно, контролировать и критиковать три традиционных вида власти. Имеется в виду власть политическая, власть экономическая и власть партий и профсоюзов. Такое, опять же, возможно лишь в свободном государстве, где критика не наделяется репрессивной функцией. Средства массовой информации влияют на политическую жизнь страны, лишь формируя общественное мнение. В то же время и традиционные виды власти контролируют и критикуют масс-медиа, лишь через посредства тех же масс-медиа. И в противоположном случае вмешательство властей является санкцией, исполнительной, законодательной или судебной. А это может происходить только когда масс-медиа нарушают правопорядок или расшатывают политическую или государственную стабильность. Поскольку, однако, сами масс-медиа, а в нашем с вами случае печать, не должны пребывать вне критики, неоспоримое условие демократии, чтобы печатать периодически, ставило под вопрос самое себя. Но одной постановки под вопросом недостаточно. Хуже того, подобное поведение может составить замечательное алиби, или, говоря довольно резко, работать в смысле репрессивной толерантности. Совершив акт самобичевательной непредвзятости, пресса уже не чувствует потребности в самопреобразовании. Лет 20 назад журнал «Эспрессо» заказал мне большую критическую статью о том же «Эспрессо». Считайте это неуместным скромничанием. Но я убежден, что если «Эспрессо» с той поры улучшился, заслуги моей статьи в этом никакой нет. А есть одна природная эволюция. Моя статья, насколько помню, имела результат «где сядешь, там и слезешь». В данный момент я не собираюсь клеймить прессу за ее нападки на политиков, представлять политические круги как несчастную жертву произвола со стороны прессы. Наоборот, полагаю, что политический мир в полной мере разделяет с прессой ответственность за ситуацию, которую я пытаюсь обрисовать. Далее. Не ропщу, как любят делать провинциалы, что худо только то, что происходит в нашем околотке. И не хотел бы выглядеть, как та же самая наша пресса, порой впадающая в такую ксенофилию. Что любое название зарубежной газеты предваряется прилагательным «авторитетно». Причем доходит до абсурда. Типа «авторитетное издание Нью-Йорк-Пост». В неведении, что Нью-Йорк-Пост – третисортная газетенка, которую посовестились бы брать в руки даже в Амахе, штат Небраска. Так вот. Болезни итальянской прессы свойственны в наше время почти что любой нации. И все же отрицательные примеры других национальных культур я постараюсь переводить лишь в крайних случаях, поскольку от чужой глупости своя не уменьшается. И напротив. Охотно воспользуюсь чужими реалиями, если увижу, что они выступают положительной моделью для нас. Последняя предпосылка. В качестве основных источников я буду использовать «Република», «Каррера де ла Сера» и «Эспрессо». Таково требование корректности. В этих трех периодических изданиях я печатался и продолжаю печататься. А следовательно, моя критика не может выглядеть как предвзятая или злоумышленная. Но будем иметь в виду, что проблемы, которые я выделяю, относятся ко всей итальянской прессе. Полемика в 60-е и 70-е годы. В 60-е и 70-е годы полемика о характере и функции периодической печати в основном шла по двум направлениям. А. Разграничение между информацией и комментарием, а следовательно призыв к объективности. Б. Пресса – инструмент власти, то есть партии и экономических логий. Главное ее оружие – намеренное затемнение смысла высказывания, поскольку идея состоит не в том, чтобы снабжать информацией читателей, а в том, чтобы через голову этих читателей направлять тайные сигналы другим властным группировкам. Языку самих политиков присуща та же зашифрованность, а очаровательный фразеологизм, параллельные конвергенции, сохранился в истории наших масс-медиа как символ специального жаргона, который, может быть, и употребителен в кулуарах парламента, но непостижим для рядовых телезрителей. Мы можем убедиться, что обе выделенные выше темы в значительной степени отошли в прошлое. Во-первых, имела место широкая полемика об объективности, в которой многие утверждали, что объективной информации не существует и существовать не может. Даже при педантичном отделении комментария от сообщения, сам по себе подбор сообщений и их расположение на полосе несут в себе имплицитное суждение. Так, в последние годы господствует стиль – тематизация. На полосе собираются статьи, объединенные общей тематикой. Вот, например, тематизация. Страница 17, газета «Република». Воскресный номер от 22 января. Четыре статьи. Бреша. Роженица убивает ребенка. Рим. Ребенок один в квартире. Играет на подоконнике. Отец арестован. Рим. Женщины имеют право родить в роддоме и отказаться от ребенка. Тревиза. Разведенная жена не собирается быть матерью своим детям. Как видим, здесь тематизируется проблема несчастного детства. Возникает вопрос. Нам описывают феномен, возникший именно на этой неделе. Все ли частные случаи перечислены? Если четыре описанных эпизода – это все, что имеется, можно считать эту тему статистически несущественной. Но тематизируясь, та же информация выступает в виде, который юридическая судебная риторика в классическую пору именовала частный случай, из которого выводится или подспудно подсказывается правило. Если случая всего-навсего четыре, газета наводит нас на мысль, что их гораздо, гораздо больше. Если бы их было гораздо больше, в газете бы это не стали объявлять. При тематизации четыре новости – это не просто четыре новости. На полосе весьма настойчиво подается сигнал об острых проблемах детства. Чего бы там на самом деле не хотел редактор, который, может, верстал эту страницу 17 до самой поздней ночи, не зная, что же в нее запихнуть. Всем этим я не утверждаю, будто принцип тематизации ошибочен или опасен. Я говорю только, что она демонстрирует, как могут под видом абсолютно объективных новостей проводиться активные суждения. Второй темой была мутность газетного языка. Я сказал бы, что наша печать понемногу отошла от этой загадочности. Что связано и с изменением речевой манеры политических ораторов. Они уже не читают по листочку перед микрофоном нечто витиеватое и вязкое, а говорят простыми словами, что некто один из их команды – подлый предатель, а некто другой только и делает, что славит несравненные свойства своего воспроизводимого члена. Налицо скорее не мутность, а противоположная – крайность. Нынешняя пресса склоняется к языку того бесформенного единства, которое принято называть народ. Причем предполагается, что народ мыслит и выражается одними пословицами. Студенты моего семинара собрали материал из итальянских газет за календарный месяц. Выходило в таком вот духе. Выдержки из одной и той же статьи в карьере де ла сэра от 11 января 1995 года. Надежда умирает стоя. Мы зажаты клинчеватым захватом. Диня объявляет. Наступил год тощих коров. Обитатели Кверинала зажигают костер на военной тропе. Снявший голову, не оплакивая шевелюру. Панелла попадает в самое яблочко. Время не ждет. Коней на переправе не меняют. В парламенте разворачиваются баталии. Пристали, как банный лист с ножом в горло. В статье «Република» от 28 декабря 1994 года мы читаем, Что надо спасать и козу, и капусту. Поспешишь, людей смешишь. А от друзей береги меня, Господь. Новое коленце этого балета. Фининвест опять в боксерской стойке. Каша заварена, и придется ее расхлебывать. Вновь разверзаются небесные скрижали. Сорную траву с поля вон. Унюхать бы, куда ветер дует. Телевидению львиная доля. Нам перепадают крошки. Надо двигаться проторенной дорогой. Индекс популярности катастрофически ухает вниз. Проходит красной нитью. Имеющий уши дослышит. Нащупать пульс рынка. Болезненный шип под ребро. Под знаменами такой-то-то идеи. Оставил в битве немало пуха и перьев. Не газета, а сказки матушки Гусы. Хочется понять, как минимум, насчет всех этих клише. В большей ли степени они пострижимы, нежели параллельные конвергенции, которые хотя бы красным бригадам были внятны и впрямь сделались для них руководством к действию. Заметим, кстати, что все эти законсервированные выражения, лакомые для народа, на 50% изобретаются сочинителями передовиц, а на 50% черпаются из многоглавного парламентариев. Как видите, я сейчас тоже склоняюсь к готовой схеме. Круг сужается. И вырисовывается тень дьявольского комплота, в котором неизвестно, кто же является совращенным, а кто совратителем. Таким образом, исчерпалась стародавняя дискуссия об объективности и шифрованных способах выражения. Сейчас эпоха новой проблематики. В чем она состоит и откуда рождается? Ежедневник эволюционирует в еженедельник. В 60-е годы газеты еще не страдали от конкуренции с телевидением. Один только Акил и Компанили на конгрессе по проблемам ТВ в Гроссета в сентябре 62-го года проявил блистательное предвидение. В прежние времена газеты были первыми проводниками новостных вести. Лишь потом вступали издания другого плана и углубленно прорабатывали газетные темы. Газета была как телеграмма. В конце текста как будто шла строка. Подробности письмом. И вдруг с 62-го года телеграфная новая стала появляться по вечерам и в 8 часов в программе теленовостей. На утро следующего дня газета перепечатывала те же новости. Новости начали приводноситься по форуме следу, точнее предшествует телеграмму. Почему только компанили, гений комического, заметил эту парадоксальную ситуацию? Потому что ТВ еще было ограничено одним, максимум двумя каналам, подчинявшимся режиму. Поэтому ТВ не считалось и в значительной степени не было. Достоверным источником газеты говорили о большем и говорили не столь расплывчато. Сатирики формировались в кино, в кабары, не всегда они попадали на телевидение. Политическая информация распространялась на площадях, из уст в уста или при помощи настенных плакатов. Опросы общественного мнения в 60-е годы представляли собой прямые диспуты нескольких политических трибун, на которых ради того, чтобы соответствовать своим предложениями, запросам среднестатистического телезрителя. Представители компартии говорили нечто очень похожее на то, что говорили христианские демократы. То есть различия затирались, и каждый старался выглядеть по возможности нейтрально-положительно. Поэтому полемика и политическая борьба находили себе иное пространство, большей частью страницы газет. Потом наступил скачок. Количественный. Телеканалы стремительно умножились. И качественный, даже внутри государственного телевидения, определилось три канала. Каждый с особой политической ориентацией. Сатиры, оживленная дискуссия, механизмы раздувания сенсации переместились на экраны телевидения. Телевидение отменило даже табу на сексуальность. Таким образом, некоторые программы позднего вечера стали гораздо откровеннее монашеских обложек эспрессо и панорамы, где фотокамера не имела права опускаться до уровня ягодиц. Еще в начале 70-х годов, помнится, я писал в обзоре об американских ток-шоу, как о показе цивилизованной остроумной беседы, которая способна удерживать зрителей у экранов вплоть до глубокой ночи, и страстно предлагал их как модель для ТВ итальянского. Потом настало время, когда все более триумфально ток-шоу начали шествовать по итальянским телеэкранам. Но мало-помалу они становились плацдармом самых остервенелых сражений, в ряде случаев переходящих в рукопашные, и фейерверком ненормативной лексики. Истинно ради заметен в скобках, что эволюция того же рода частично произошла и в ток-шоу на других национальных ТВ. Так телевидение превратилось в канал распространения информации из первых рук, а для газеты остались сущности два пути, о первом из возможных вариаций, которую я пока что условно назову путь расширенного внимания, мы поговорим несколько позже. Но есть и основания утверждать, что печать в огромном своем большинстве двинулась по альтернативной дороге, то есть в направлении еженедельника. Ежедневник перенимает и усваивает все больше традиционных черт еженедельника, отводя огромное пространство всякой всячине, рассуждениями по поводу быта и нравов. Политическим сплетням, зрелищем – это ставит в трудное положение еженедельники высшего уровня. Я имею в виду панорама и эпоха. Эуропио и эспрессо. Им тоже остается две дороги. Либо приближение к ежемесячнику, но эта ниша забита ежемесячными специальными изданиями, по барусному спорту, наручным часам, кулинарии, компьютерам, изданиям, опирающимися на верных и преданных покупателей-подписчиков. Либо захват пространства светских сплесен, которое принадлежит либо еженедельникам невысокого, а среднего уровня, таким как Дженты и Оджи, с макующим королевские свадьбы, либо журналам низкого пошиба, на Володвях тысяч стоп Эва Экспресс, для обожателей великосветских адюльтеров и охотников за голыми грудями и задами, снятыми скрытой камерой в полумраке в ватер-клозетах. Но еженедельники высокого уровня не могут опускаться до низкого пошиба, не даже до среднего, кроме как на последних листах, что они и делают, именно там следует искать и находить груди, сердечные дружбы и шикарные свадьбы. С другой стороны, подобным образом они теряют лицо перед собственной публикой. Чем больше еженедельник высокого уровня соприкасается с уровнем посредственным и низким, тем больше к нему приливают потребители, не принадлежащие к его традиционному кругу. Журнал перестает понимать, кто по-настоящему входит в его круг, и оказывается в кризисе. Повышается тираж, теряется лицо. Вдобавок, журналы смертельно страдают из-за всех этих недельных толстых цветных приложений к ежедневным газетам. Единственный для них выход из положения равняться на издания вроде тех, что в Америке адресованы элите, типа Нью-Йоркера, в котором содержатся репертуары театров, интеллектуальные комиксы, краткие поэтические антологии, и достаточно часто статьи длиною в два печатных листа с биографией, скажем, издательской Гранд-дамы, вроде Хеллен Вольф. Можно еще использовать модели Таймс и Ньюс Уик, которые будто соглашаются с ролью еженедельников, рассказывающих о событиях, уже поданных в газетах и на телевидении. Но об этих событиях подготавливаются исчерпывающие обзоры, подбираются в кусты статьи нескольких журналов, каждая из которых требует месяцев усиленной работы и редактируется до судорога. Так что очень редко бывает, что в этих изданиях приходилось печатать извинения и фактические опровержения. С другой стороны, в Нью-Йорковские статьи заказываются заранее, за несколько месяцев, и если статью потом не принимают, то автору все равно выплачивается гонорар и превосходный, а статью кидают в корзину. Номера же таких журналов стоят очень дорого, существуют в расчете на международный рынок читающих на английский и невообразимо для небольшого рынка читающих по-итальянски, поскольку число читающих итальянцев по-сейчас остается бесконечно малой величиной. Поэтому еженедельник хочет угнаться за ежедневником по той же самой колее и каждый чится переплюнуть другого, чтобы отвоевать читателя. Вот из-за этого и прогорел славный Эоропио, и поэтому эпока отчаянно ищет альтернативные пути и держится телевизионными презентациями. Эспрессо и панорама бьются за то, чтобы отличаться друг от друга и достигают цели, однако публика все меньше замечает это. Многие мои собеседники, в том числе интеллигентные, хвалили в беседе со мной мою рубрику в панораме и даже добавляли, что каждую неделю покупают панораму, лишь бы почитать меня. Идеология зрелищности. А ежедневники? Чтоб тягаться с недельными журналами, газеты толстеют, чтоб толстеют, сражаются за рекламодателей, чтобы привлечь рекламодателей, снова толстеют и выдумывают разные подарки. Надо забивать все эти страницы, а они должны о чем-то говорить. Чтобы говорить, приходится выходить за пределы скупой информации, которая вдобавок уже поступила из теленовостей. Так что газеты подражают еженедельникам все больше и больше, а также вынуждены изобретать новости или выдавать за новости то, что новостями не является. Вот пример. Сколько-то месяцев назад, когда мне давали премию в Гринцане, на вечере обо мне говорил мой старый давний коллега и друг Джанни Ватима. Те, кто разбирается в философии, знают, что моя позиция и позиция Ватима сильно различаются, но что тем не менее мы относимся друг к другу со всемирным уважением. Многим известно еще, что мы с ним близко дружим с самого раннего отрочества и обожаем пошпынять друг друга в любой подходящей застольной ситуации. В тот день на нас Ватима нашел именно такой застольный тон. Он сказал обо мне несколько остроумных и дружелюбных фраз, на что я ответил не менее шутливым образом, обрисовывая в анекдотах и парадоксах нашей вековечной дивергенции. На следующий день одна итальянская газета шарахнула на полную полосу культура. Новость о жуткой стычке на премии, которая, по мнению автора статьи, символизировала некий новодраматический и непреодолимый раскол в итальянской философии. Автор статьи прекрасно знал, что никакой новости не было, пусть даже и культурный. Он попросту раздул сенсацию, причем на пустом месте, представляя вам самим найти подобные примеры в области политики. Однако культурный пример характерен. Журналу требовалось изобрести сенсацию, чтобы хоть чем-нибудь заполнить чрезмерное количество страниц, отведенных на всячину, культуру и нравы, и пронизанных идеологией зрелищности. Возьмем хоть карьеры Делосера 44 полосы и Република 54 полосы за понедельник 23 января. Учитывая, что верстка у карьеры более емкая, будем считать, что количество материала в этих номерах примерно совпадает. Понедельник. Трудный день, без свежих политических и экономических новостей. В крайнем случае, можно отвезти душу на спорте. В Италии этот день приходится на разгар правительственного кризиса. И оба наших журнала имели возможность разместить подвалы на тему дуэли Денис-Берлускони. Теракт в Израиле в годовщину Освенцима занял большую часть первой полосы. В довесок был процесс Андриотти. Судебное расследование по делу о коррупции, затронувшего бывшего министра и премьер-министра Италии, Джулио Андриотти, обвиненного в связях с мафией. И в случае карьеры кончина долгожительницы, старейшины семьи Кеннеди. Имелась хроника военных действий в Чечне. Где взять остальную газету? Оба издания посвятили соответственно 7,4 страницы разделу городских происшествий, отвели 14,7 на спорт, 2,3 на культуру, 2,5 на экономику, 8,9 страниц на нравы, зрелище и телевидение. В обоих случаях из 32 страниц приблизительно 15 были отданы под обзоры стиле еженедельника. Сравним теперь с Нью-Йорк Таймс за тот же понедельник. 53 полосы, 16 из которых ушли под спорт, 10 заняты городскими проблемами и 10 проблемами экономики. Остальные осталось 16 страниц. Там у них никакого кризиса не происходило. В Вашингтону тоже было нечем особенно похвалиться, поэтому 5 страниц под шапкой National Report были заполнены внутренними событиями. А затем, после описания израильского смертоубийства, я увидел не менее десятка статей о Перу, Гаите, о беженцах с Куба, о Руанде, Боснии и Алжири, о Международном конгрессе по проблемам бедности, о Японии после землетрясения, о процессе епископа Геев, затем две убористые полосы со статьями комментаторов и политических аналитиков. Наши две итальянские газеты не говорили ни о Перу, ни о Гаите, ни о Кубе с Руандой. Допустим даже, что первые две темы больше интересуют американцев, нежели европейцев. Но в любом случае наглядно, что в мире происходили какие-то международные события и что итальянские газеты ими пренебрегли, чтобы увеличить квоту зрелищно-телевизионной тематики. Нью-Йорк Таймс в порядке исключения ради понедельника посвящает две страницы медиабизнесу, но занимается не выбалтыванием секретов и не сплетничанием об известных персонах, а обдумыванием и экономическим анализом проблем шоу-бизнеса. Газета и телевидение Итальянская печать одержима телевидением. Именно телевидение определяет лейтмотивы нашей печати. Ни в одной стране мира, ни в одном издании мира новости, касающейся ТВ, не красуются, как у нас, в шапках первых полос, если только Миттеран и Клинтон не выступят за день до того с обращением к народу, или если в стране не поменяется руководитель крупнейшего национального телеканала. Не надо мне отвечать, что продавы пишут, дабы занять место. А как же тогда Нью-Йорк Таймс от воскресенья 22 января? В общей сложности 569 страниц, включая рекламный вкладыш, литературную тетрадку, недельное приложение всякое всячино, огромные разделы путешествий, автомобили и прочее. Говорится ли что-нибудь о ТВ? Все же не последний электро-бытовой прибор в американской жизни? Да, говорится. На странице 32 в приложении по искусству и зрелищам есть, во-первых, обзор по поводу расовых стереотипов в программах, а во-вторых, большая рецензия на хороший документальный фильм о вулканах. Потом вкладыш с программами. Это само собой. И в сущности тема телевидения больше не возникает. Не просматривается она и в разделе «Бытый нрав». Значит, неправда, что о телевидении говорить обязательно, чтобы заполнить место и заинтересовать публику. Значит, это итальянский вариант, а не суровая необходимость. В тот же день у нас в Италии газеты много занимались телепередачей, которую ведет Киам Бретти. Причем передачу лишь предстояло смотреть, так что наличествовал факт бесплатного рекламирования, где главный сюжет состоял в том, что Киам Бретти порывался войти с телегруппы в университетскую аудиторию, где в тот момент шла моя лекция, а я, из уважения к месту и к процессу, его не пустил и дурачиться на лекции не позволил. Если новость состояла именно в этом, поскольку действительно ново, что удалось защитить какое-то святое место от телеосквернения, она заслуживала четырех строк в отделе курьезов. А если бы ко мне на лекцию постучался с телекамерой кто-то из политиков, я бы предложил ему удалиться? Даже не входя в аудиторию, даже не мелькнув на экране, этот политик попал бы на первые полосы газет. В Италии политики привлекают первостепенное внимание журналистов в случае, если изрекут нечто с экрана ТВ, или даже только предупредят, что хотят изречь. Газеты пишут не о том, что происходило накануне в государстве, а о том, как о происходившем кто-то высказался или мог бы высказаться по ящику. И если бы только это. Несомненно, хлесткие фразы политиков на ТВ у нас фигурируют вместо формального пресс-комьюники. Да чего там, в Италии считается годным для первой полосы в качестве политических новостей даже обмен оплеухами между депутатами диагностиков из грабри в парламенте. Безусловно, у нас в стороне более чем где-либо телевидение тесно переплетено с политикой, иначе не вводился бы принцип парк-андисио, равных квот телевремени для каждого политического объединения. Так было еще во времена государственного телевидения, управлявшего Бернабей, то есть задолго до прихода Берлускони с его частным каналом Фининвест. Газеты обязаны отражать эту переплетенность. Один знакомый иностранец прочитал наши газеты за 29 января и правильно заметил, что только в Италии может быть такое, на первой полосе и на седьмой полосе република и на пятой полосе карьеры. Поперек многих колонок красуется историческое заявление того же телеведущего Камбретти. Не уйду из передачи связано с нападками другого телеведущего Сантору, имевшему место накануне. Разумеется, личные дела одного из конферансье не должны составлять главную новость дня в стране, особенно если этот конферансье не замышляет ничего нового, а спокойно продолжает делать что и делал. Говорят, что когда собака кусает человека, это не газетный факт, газетный факт, когда человек кусает собаку. В данном случае на первой полосе оказалась собака, не кусавшая никого. Но все не так просто. Мы помним, что та жаркая дискуссия по поводу Камбретти, где участвовал и знаменитый журналист Энце Биаджи, была сигналом глубинного неблагополучия, и полемика действительно имела политическую окраску. Так что, честно говоря, газеты были просто обязаны вынести это на первую полосу. Виноваты не газеты, а положение дел в Италии. В то же время отважив заявить, что ответственность за подобное положение дел в Италии в немалой степени несет та же самая печать. Вот уже сколько лет печать, чтобы располагать себе телезрители создают образ ТВ как главного политического пространства, тем самым бесконечно рекламируя своего природного конкурента. Политики сделали из этого надлежащие выводы, они серьезно относились к телевидению, они усвоили телевизионный язык телевизионную манеру в справедливой уверенности, что лишь этим путем они завоюют выгодное освещение в печати. Печать сообщает зрелищу безмерный политический вес. Поэтому ясно, отчего политики, стараясь привлечь к себе внимание, проводили в парламент порнозвезду Чичулину. Случай Чичулины характерен, потому что в силу инстинктивной застенчивости телевидение не осветило Чичулину так массированно, как ежедневная еженедельная печать. Интервью Завися от ТВ всей своей формулой, печать решила подражать телевидению и стилистическим. Самым типичным путем преподнесения любой информации политической, литературной и научной стало интервью. Интервью необходимо на телеэкране, где невозможно говорить о ком бы то ни было, не показывая его, но для прессы интервью был инструментом, который в прошлом использовался чрезвычайно аккуратно. Ведь интервьюировать кого-либо означает дарить ему пространство, на котором он станет говорить то, что хочется ему. Подумайте о том, что происходит, когда кто-то публикует новую книгу. Читатель хотел бы получить от газеты журналов оценку этого труда. Он доверяется мнению знаменитого критика, либо полагается на серьезность печатного органа. Но в наше время газеты воспринимают как поражение, если им не удается застолбить в первую очередь интервью с автором этой книги. А что такое интервью с автором? Неизбежно и вот самореклама. Трудно вообразить, чтобы автор заявил, что написал припоганую книгу, а следовательно начинается и подспудный шантаж. Знаю по опыту, то же случается и в других странах. Если не даешь интервью, не напечатаем и рецензию. При этом часто газета, удоволенная своим интервью, о рецензировании уже и не заботятся. В любом случае, читателю нанесен урон, рекламная акция опередила или же заменила собой критическое суждение. И часто критик, когда он наконец-то усаживается писать, занят уже не книгой, а тем, что автор произнес о ней в своих разнообразных интервью. И еще в большей степени интервью с политиком должно было бы ставиться событием знаменательным. Либо оно инспирируется самим политиком, который ищет на печатной странице пространство самовыражения, либо запрашивается редакция газеты, стремящийся углубленно обрисовать политическую позицию этого деятеля. Серьезное интервью требует длительной подготовки, а интервьюируемый, как происходит практически во всем мире, должен, по идее, прочитать и утвердить все, что закавычено и тем самым предохраняясь от путаницы и грядущих извинений и поправок. Наши же газеты печатают по десятку интервью за раз, вымученных, заклишированных, где опрашиваемый пережевывает все, что он уже говорил в интервью другим изданиям. Однако конкуренция дело нешуточное, и чтобы набирать очки, надо состряпать интервью по эффектнее, чем в других газетах. Значит, фокус состоит в том, чтобы выдать из политика кое-какое полупризнание, пригодное при раздутое его подаче, вызвать следующий скандал. Что же, проинтервьюированный политик, вечно занятый в последующий день опровержением того, что он якобы возгласил в день предыдущий, жертва окулпера? Давайте тогда его спросим, зачем же ты даешь эти интервью и не пользуешься эффективнейшим приемом В октябре прошлого года оказалось было, что глава лиги Умберто Босси взял на вооружение именно этот прием. Имеется в виду сепаристская партия северных провинций Италии. Было ли это провальное решение, потому что привело к атакам со стороны прессы? Или это было победоносное решение, потому что подарило Босси не менее двух полных полос в течение не менее двух дней в масштабе всей национальной печати. Журналисты, ведущие хроники парламентской жизни, утверждают, что в 100% случаях возмущенных опровержений возмущающийся политик действительно сказал именно это самое, вернее намекнул в этом духе специально, чтобы фраза пошла в печать и чтобы на следующий день начать ее опровергать. Но при этом пробный пиашак все-таки им запущен и инсинуация или угроза в общем достигла цели. Давайте тогда спросим пострадавшего парламентского журналиста, обманутого коварным политиком, отчего же ты берешь эти интервью и не требуешь, чтобы он перечитал и подписал готовый текст? Ответ на все это просто. При подобных играх все остаются в выигрыше и не проигрывает никто. Игра засасывает, декларация опровержения лавинообразно поступает день за днем. Читатель теряет счет, он уже не помнит, что же там говорилось. А журнал знает себе в опитом новостях, а политик своим чередом достигает цели. Налицо гнусный заговор, в ущерб читателям и гражданам. Это настолько распространено, что так общепринято, что мы уже не реагируем, никогда в газетах продергивают, никогда передергивают. Но как любое преступление, дело это непродуктивное. Расплаты и для печатного органа, и для политика. Бывает утрата доверия и наплевизм читателей. Дополнительную аппетитность интервью сообщает, как уже говорилось, радикально переродившийся политический язык, который, перенимая манеры и трюки телевизионной дискуссии, перестает быть традиционно осмотрительным и становится живописным и непосредственным. Мы так долго сетывали на то, что итальянские политики умеют только бубнить по бумажке, нечто скупое и занудное, и любовались политиками Америки, которые перед микрофонами выступают как будто без подготовки, импровизируя, тем не менее пересыпая свои речи хлесткими формулировками. Так вот, подготовка на самом деле у американцев бывает, и весьма основательная. Большая часть этих политиков натренировалась в университетских спичцентр, где преподается ораторство как будто бы Божья милость, а на самом деле рассчитанное до запятой. Они вставляли и вставляют в речь за вычетом накладок шутки, выученные по специальным учебникам или заготовленные бессонными речеписателями. Гост Райдерс. Вырвавшись из этикетских пут Первой Республики, политики нашей Второй болтают действительно, что Бог на душу положит. Теперь они говорят понятнее, но более безответственно. Само собой, для газет тем более тяготеющих журнализироваться это просто манно. Простите снижающее сравнение, но ситуация исходна с сельской харчевни, где если кто глотнул лишнего и раздухарился, вся компания его подзуживает, предвкушает, чего же он смешного натворит. Такова динамика провокаций и в тивилизионных ток-шоу и в беседе хроникеров с политикой. Половина явлений, которые мы называем деградацией политического общения, вытекает из этой неконтролируемой динамики. Как я уже говорил, в угаре все давно забыли о конкретном высказывании и осталось только общее впечатление и общий тон, приводящий к мысли, что все позволено. Печать о печати. В этой изнурительной погоне за высказываниями происходит вот что. Все чаще газеты пишут только о других газетах. Все чаще статья в газете А извещает, что некое интервью появится завтра в газете Б и все более частое опровержение, гласящее, что такой-то никогда не сообщил газете А об интервью газете Б. Вслед за тем появляются ответы журналистов, которые утверждают, что факт сообщения газете А об интервью в газете Б подтверждается газетой В, не обвинуясь тем, что и в В высказывание изобрело непрямым путем из газеты Г. Печать, когда она не пишет о телевидении, пишет о самой себе, научилась от телевидения, которое говорит большей частью о телевидении. Это ненормальное положение вызывает ни беспокойство ни возмущение, а играет на руку политикам, для которых удобно, что одно только сообщение в одном только средстве печати мгновенно получает резонанс во всех остальных существующих органах. Таким образом, масс-медиа из окна в реальность превращаются в зеркало. Зрители и читатели созерцают чистый акт самолюбования печати. Свет, мой зеркальце, скажи. Кто выдумывает сенсации? Журнал Эспрессо нередко выступал инициатором компаний, определявших стиль времени, к примеру, давняя и знаменитая коррупция столицы нездоровья нации. Как в техническом смысле организуются подобные компании? У меня дома есть только один полный комплект Эспрессо за 1965 год. И на днях я перелистал и просмотрел его. С номера 1 до номера 7 основные статьи посвящены то политике, то нраву, ничего экстраординарного. В номере 7 помещен репортаж Януци, Гроссбух Святого Петра, где Ватикан обвинен в укрытии 40 миллиардов лир, причитавшихся в казну Италии в качестве налогов за последние три года. Все это печатается в период проведения Ватиканского Собора, то есть момент выбран довольно острый. В номере 8 тема налогов не возникает, но вместо этого помещается статья о пьесах Гута Викарий, представление которой было запрещено римской квестурой, и статья Скальфарь на ту же тему. Есть еще статья без подписи о некоторых аспектах Ватиканского Собора, и навязчиво, даже почти незаметно, разговор о пьесе Викарии снова возникает в театральном разделе, где напечатана заметка Сандра де Фео. В номере 9 начинается серия репортажей Камилы Чедерна о закулисных играх вокруг Ватиканского Собора, и серия эта тянется вплоть до номера 13. Только в номере 13, то есть почти два месяца спустя, журналист Ливио Занетти программной статьей открывает политическую дискуссию, о необходимости изменить условия конкордотов с Ватиканом, и лишь в самом конце снова затрагивает тему предположительных нарушений Ватиканом налогового законодательства. Новое эхо этой проблеме в номере 14, но на первую полосу она не вынесена. В номере 15 тема церкви звучит в статье Фальконе о священниках диссидентах и в сообщении о новом по тем временам явлении церкви Барбиана. Церковь Барбиана новаторская для 60-х годов, педагогический эксперимент, приходская школа Дона Лоренцо Милани для беднейших крестьянских детей. Только в номере 16 в статье от редакции на первой полосе речь идет о политической подоплеке визита ныне в Ватикан. Как итальянскому государству добиться уважения к законам и правам Италии. С номера 18 главное внимание уделяется новой компании, посвященной судопроизводству. Журнал в те времена несомненно имел четкую стратегию. Было ясно, что держи вора можно кричать не каждую неделю, так что пафос дозировался, информацию подавали продуманно, читателям предоставляли выработать собственную позицию постепенно. Правящая прослойка могла прочувствовать всю важность ненавязчивого, но настойчивого анализа. И журнал давал ощутить, что при необходимости вполне способен снова вынести тему на первый план. Мог ли бы какой-нибудь еженедельник в наше время повести себя аналогично? Нет, не мог бы. Во-первых, эспрессо в те времена был нацелен, что видно и по выражуя по графическому оформлению направящую прослойку. Сейчас у него читателей по крайней мере в пятеро больше. Теперь он не может использовать технику тонкого, поступательного и размеренного убеждения. Во-вторых, на первой же фразе сенсационный материал был бы подхвачен и раздут другими изданиями и средствами коммуникации. И чтобы иметь возможность вернуться к теме, журналу пришлось бы тут же поднимать планку, находить еще более горячие факты, а следовательно выдавать недостаточно проверенную информацию. В-третьих, в политической среде и на телевидении эта тема неминуемо переросла бы в скандал. Предметом обсуждения выступало бы непредполагаемое уклонение от налогов и не проблематика папского конкорда-то, а живописное рукоприкладство, вспыхнувшее из-за этой проблематики. Да и журнал бы сообщил только о том, как высказались другие журналы и тележурналы на данную тему. В-четвертых, наконец, нельзя не учитывать, что одной из главных перемен в журнальном и газетном деле явилось принципиально новое взаимоотношение с судебным следствием. Раньше печать выявляла то, что замалчивалось политическими структурами и не лежало в поле зрения прокуратур. В ходе антикоррупционной борьбы последних лет наши следователи и прокуроры настолько усилили обвинительную активность на всех уровнях, что прессе почти что нечего выявлять. Ей остается только перепевать или превосхищать, алчно вынюхивая любую утечку информацию, обвинение, идущее от прокуратуры, или же в противном случае клеймить ту же прокуратуру, тащась при этом в кильваторе телепередачи. Раз так, взаимодействие сторон становится конвульсивным, а эти конвульсии выхолощивают его содержательное наполнение. Иными словами, единственным суммарным его содержанием становится опошление политического процесса. Если в старые времена газеты засылали лазутчиков кулуару римских дворцов власти с целью выудить хоть какие-то осторожные полупризнания у информированных людей, то сейчас, коль на то пошло, газетам приходится отбиваться от тех, кто по собственному почину приносит им аппетитнейшее досье, которое, если напечатать их без скрупулезной проверки, превратят издание в громкоговоритель вранье и подорвут его авторитет. Играть приходится почти всегда в защите, отбивая подачи извне. Стиль Пикарелли, игравшего на площадке между хроникой политикой, анализом и сенсацией, одержал верх над стилем Ориго Бенедетти, который видел в журналистике суверенную четвертую власть. Под иными небесами положение вещей в сущности такое же, как у нас. Во Франции недавно с горечью наблюдали, как в погоне за сенсацией были взломаны самые интимные секреты президента республики. Что же до реальных результатов этой беготни за скандальными фактами? Знаменательно сопоставление Никсона с Клинтоном. До появления Уоттергейтских публикаций в газете Вашингтон-Пост история не знала прямых нападок на честь и на личность президента США. Допускались лишь нападки политические. В случае Никсона характер инкриминируемого злодеяния позволял ему легко откреститься, спихнув в вину на ретивых сотрудников. Однако он крупно ошибся, прибегнув с самого начала к лжи. Ухватившись за это, журналисты грохнули в колокола. Президент Соединенных Штатов обманщик. Вот Никсон и пан. Не потому, что он был опосредованно виновен в нарушении прав человека, а потому, что попался на вранье. Нападающие выбрали позицию четко, уверенно, обдуманно, и именно поэтому им сопутствовал успех. И, соответственно, кампания против Клинтона гораздо слабее и отрывочнее. Ей потребно по скандалу в день. Чтобы раздобыть скандал, печать приписывает Клинтону и Хиллари все смертные грехи от спекуляции недвижимостью до кормления кошки на казен и кошки. И теряет веру. Общественное мнение всем эти травмировано и воспринимает факты скептически. Результатом и в этом случае является опошление политической борьбы. Теперь лидера можно поменять, только посадившую его в каталажку. Что делать? Для выхода из этого противоречия печать может избрать одну из двух дорог, в равной степени нелегких, так как видим, что даже из-за границы издания, избравшие эти пути, сейчас вынуждены менять тактику в соответствии с новыми временами. Первый путь условно назову фиджийским вариантом. В 90-м году я провел почти целый месяц на островах Фиджи, а в прошлом месяц на Карибах. В тех широтах единственное чтение местной газеты. 8-10 страниц, почти целиком заполненных рекламой ресторанов и новостями местного масштаба, А между тем, когда я был на Фиджи, начиналась война в Персидском заливе, и на Карибы я попал, когда в Италии должен был приниматься декрет Бьонди. Это постановление правительства Берлускони о прекращении расследования дела коррупции вызвало протест итальянского общества и привело к падению правительства. Что вам сказать? Обо всех крупнейших новостях планеты меня уведомили. Нищие листки, живущие нахватыванием фактов из телеграфных агентств, умудрялись каждый день печатать сводку всех первостепенных новостей, появлявшихся в мире. Из моего далека я осознавал, что-то, о чем газета острова Фиджи умолчала, не может быть такой уж сногсшибательной новостью. Фиджииский путь, несомненно, обрекает газету на катастрофическое падение продаж. Газета становится бюллетенем для элиты в духе биржовки, ибо, чтобы оценить новость, поданную в телеграфном стиве, нужен наметанный глаз. Жуткий урон наносился политикам, они лишаются критического внимания печати. Самые поверхностные из них могут, конечно, ответить на это, что им и телевидение доволен, однако телевидение, как и любое зрелище, затрепывает людей. Фанфани продержался значительно дольше Нили Пиццы. Аментоне Фанфани с 54-го годах секретарь христианской демократической партии, многократно министр правительства Италии, председатель Сената Итальянской Республики. Нила Пиццы, популярная на телевидении 50-х годов, эстрадная певица. Политики должны зреть и расти под воздействием критики, квалифицированной, спокойной и рассудительной, которую только газета принимает и размещает. И из-за нынешнего положения, когда ежедневная печать сведена к еженедельнику и задавлена телевидением, страдает в первую очередь прослойка политиков. Может, бывают и какие-то плюсы, но лишь для немногих, самых отъявленных и ненадолго. Второй вариант. Я в начале этого очерка условно поименовал путь расширения внимания. Пусть ежедневная газета не стремится к модели еженедельника, занятого бытовом и нравом. Пусть она станет четким, авторитетным источником информации обо всем, что делается в мире. Пусть она не только оповещает читателей, что вчера в государстве третьего мира случилась революция, а уделяет развитию дел в этой стране постоянное ровное внимание, в том числе на этапе, когда события только начинают назревать, и поясняет при этом читателю, из каких экономических или политических интересов, в том числе существенных для нашей нации, следовало бы присматриваться к определенным фактам, имевших место там у них. Но этот тип газеты взыскают и от читателей определенные выучки, а у нас в Италии, прежде чем переучить читателей, потеряющих всех до единого. Даже у New York Times, имеющего весьма подготовленную аудиторию и работающего в Нью-Йорке практически в режиме монополий. Сейчас завелся яркий, пестрый и гораздо более легкий конкурент US Today, который оттягивает на себя читателей. Однако, имеется еще один прогноз. С развитием информатики и интерактивного телевидения в скором будущем любой из нас сможет выпускать и печатать в собственной квартире, нажав на кнопочку дистанционного управления собственную ежедневную газету, куда он подберет материал из миллиона компьютерных источников. Это будет смерть ежедневным газетам. Хотя, наверное, не все перемрут. Некоторые издатели продолжат торговать информацией, пусть по иным расценкам. Но такая домашняя выпечка газеты способна говорить только о том, чем читатель уже и прежде интересовался, и исключает потребителя из всего того оборота новостей, суждений и предостережений, которые необходим для информления его кругозора. Не перелистывая газеты от корки до корки, читатель лишается новостей неожиданных и нежеланных. Так выделится элита высокоинформированных потребителей, знающих, откуда и когда надо получать информацию, и останется масса информационных люмпен пролетариев, которые жаждут знать обстоятельства рождения в их околотке двухголового кабана, не ведают, что делается в подлунном мире. Примерно такова уже и сейчас картина в американских газетах, кроме центральных нью-йоркских, сан-францисских, вошан-зельевских, вашингтонских и бостонских. В этом случае опять же главную подножку получили бы политики, отогнанные на телевидении, установился бы режим плебисцитарной републики, в которой избиратели чувствительно исключительно к эмоциям текущего момента, от передачи к передаче и от часа к часу. Некоторым такая ситуация может показаться идеальной, однако в подобном случае не только отдельным политическим персонажем, но и группировкам и политическим движениям, сужден был бы век короче, чем у манекенщицы. Будущее остается, разумеется, за интернетом, и такие политики, как Элгор, уже давно это осознали. В сети информация распространяется по несчетным независимым каналам. Система не имеет головы и не подвластна контролированию. Все полемизируют со всеми, каждый в отдельности не только реагирует на любые опросы в реальном времени, но и принимает сообщения, в том числе высококвалифицированный, вовлекается в ритм узнавания, каждый устанавливает отношения и участвует в дискуссиях в гораздо более живой форме, нежели позволяла парламентская диалектика, не говоря уж о дряхлой традиции журнальной полемики. Но следует заметить, что и сегодня еще довольно долгие годы информационные сети останутся достоянием оккультуренной молодой элиты, недостижимым ни для богомольной домохозяйки, ни для тех социально обделенных, которым апеллирует наша нынешняя компартия, ни для пенсионеров, которым взывает партия левых, ни для буржуазки, ходящие на митинги правоцентристского полюса. Шутка, шутка, не пугайтесь, но есть в ней доля истины. Информационная сеть на нынешнем этапе скорее всего даст власть вовсе не вам и не вашему традиционному электорату, а студентам моего семинара, который в две минуты наладит компьютерный мост с Япи Солл-стрит. И Б. Никем не доказано, что эти сети так и останутся безголовыми и никак неконтролируемые сверху. Уже и сейчас в интернете хватает перенаселенности и пробок, а завтра некий большой брат может наложить лапу на каналы доступа и тогда дискутирую, не дискутирую о политической квоте участия. Огромный объем информации, который нафаршированы электронные сети, сам собой вынудит цензурированию из-за перенасыщения. Воскресная Нью-Йорк Таймс собирает в себе действительно All News Z4 to Print абсолютно все, что годно к публикации, то есть не сильно отличается от правды сталинских времен, потому что раз все равно невозможно прочитать все ее даже и за 7 дней, это вроде как бы если бы информация уже прошла цензуру. Перенасыщенность информации приводит или к явной случайности отбора, или к слубого квалифицированной селекции, которую по плечу опять-таки лишь высокообразованной элите. Чем завершить эту тему? Я полагаю, что печать в ее традиционном виде, то есть газета или журнал до бумажной основы, добровольно покупаемая нами в киоске, все еще выполняет свою первостепенную функцию, основную не только для нормального развития цивилизованного общества, но и для нашего удовольствия и для усложжения нас. Вот уже несколько столетий полагающих вместе с Гегелем, что прочтение газеты «Утренняя молитва современного человека». Но при нынешнем развитии событий итальянская печать отражает своими страницами неблагополучие, не зная, как от него спасаться. Поскольку альтернативные варианты, как мы видели, трудно организуемы, следует уповать на медленную трансформацию, которая не может не затронуть и политический мир. Нельзя требовать, чтобы печать полностью заблокировала процесс ожурналивания газет, но нельзя поощрять ее к публикации одних только придворных сплетен или к пересказу живописных скандалов, ибо в обоих случаях есть опасность коллапсов. Далее, бывает, что от политических деятелей приходят в газеты письма и их помещают под грифом «Редакция получила письмо» и с удовольствием печатает. Чудно, таким образом до нас доходит информация к размышлению, а политик принимает на себя ответственность за все свои высказывания. Попросим политиков читать все приписываемые им интервью и визировать фразы в кавычках. Возможно, интервью станут короче и реже, но относиться к ним станут серьезнее. От этого выиграют и газеты, уделом которых перестанет быть фиксация перепадов настроения, улавливаемых между глотками кофе. Между глотками кофе. О чем прикажете печати заполнять пустоты? Наверное, пусть ищет новую информацию, ищет во всем мире, за пределами квартала, ведущего от Верхней Палаты Итальянского Парламента к Нижней Палате. Этот квартал для сотен миллионов человек не имеет никакого значения, но эти сотни миллионов, напротив, имеют значение для нас, и газеты должны были бы нам о них побольше рассказывать, и не только потому, что несколько тысяч наших соотечественников решили строить за там у них что-то в стране, а потому, что от их развития в этой стране зависит будущее нашего общества. Вот к чему я призываю нашу печать и наших политических деятелей, пусть побольше вглядываются в мир и поменьше в зеркало. С уважением, интеллигентный кот, как будто бы.